А в минувшие выходные у православных тверичан была возможность поклониться величайшему подвижнику земли русской, преподобному святому Сергию Радонежскому. В субботу 1 октября губернатор Игорь Руденя принял участие в знакомом для всех православных Верхневолжей событии – встрече ковчега с мощами преподобного. Святыню доставили в Воскресенский собор Твери и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры по благословению патриарха Московского и Сея Руси Кирилла. Участниками события стали епископ Ржевский и Торопский Адриан, епископ Бежевский и Удомирский Филарет. Принесение святых мощей приурочено к юбилейной дате. Русская православная церковь в 22-м году отмечает 600-летие со дня обретения мощей преподобного Сергия. По благословению патриарха Московского и Сея Руси Кирилла принесение совершается с 13 июня по 7 октября в 58 городах 53 регионов России. В каждой епархии Русской Православной Церкви, куда пребывает ковчег с мощами, происходит торжественная встреча, происходит краткое молебное пение, в данном случае у нас будет, и происходит божественная литургия служится, торжественная. Затем в течение всего пребывания ковчега с мощами происходят молебные пения с акафистом. В ночь с 1 на 2 октября в соборе была завершена воскресная божественная литургия. Кроме того, регулярно служились молебны. Каждый желающий мог в течение всех выходных приложиться к святыне. Поздравляю вас с этим моим святым великим событием для истории нашей Церкви. Если вспомнить исторический контекст времени жизни преподобного Сергия, то мы обнаружим, наконец-то же, что это будет достаточно тяжелым, непростым, противоречивым периодом для нашего Отечества. Присутствующий на божественной литургии губернатор Тверской области Игорь Руденя отметил важность и символичность происходящего. Важно, что буквально 7 веков назад преподобный благословлял наших воинов на Брайне. Это очень важно. Вот сегодня мы можем сказать, что через 7 веков мы вновь становимся объединенной Россией, большой Россией. Напомним, что Сергий Радонежский один из самых почитаемых святых русской православной церкви. Именно он благословил наше войско на Гуликовскую битву и предсказал его победу. Помимо Свято-Троицкой лавры преподобный Сергий основал несколько монастырей, воспитал целое поколение учеников. Обречение его мощей произошло 18 июля 1422 года.